Черноморское войско. В самом конце 18 века на Кавказе появляется новый, сильный и оригинальный деятель, начавший тогда крепнуть и разгораться в борьбе России с горскими племенами. Это была старая Запорожская сечь. Силой обстоятельств, брошенная далеко от родины на берега бурливой Кубани и ставшая лицом к лицу с детьми суровой природы, где в горах и ущельях кликом воли неслись и земли и небес голоса. В то время, когда русско-кавказские пределы еще только перешагнули горы, и там в Грузии возникал новый центр войн и мирной деятельности, северные предгорья Кавказа все еще не имели крепких границ, которые могли бы служить оплотом от вторжений. Стародавний ряд казацких поселений шел по тереку, достигая верховья Кумы. Гудович переселил на Кубань донцов, основавших там ряд станиц до устья Лабы. А за устьем Лабинской станицы, вниз по течению Кубани, вплоть до самого моря, оставались привольные, но пустынные степи, растелавшиеся к северу до самого дона и оставшиеся после выселения из этих мест суворовым нагайских татар почти совершенно без населения. Но стоит только взглянуть на карту этого края, чтобы оценить всю необходимость для России укрепления за собой всего течения Кубани. К югу от низовьев этой реки простирались земли черкесов Адыге, расположившиеся на понижавшихся и сравнительно узкой полосой идущих горах Кавказа, за которыми в близком расстоянии шумело Черное море, с грозными на побережье его турецкими крепостями Анапой, Суджуккале и другими. Устья Кубани и Таманский полуостров только узким проливом, отделяющийся от Крыма, лежали между Анапой и русскими землями и были так необходимы для безопасности последних, что заселение всего этого края представлялось бы при самых неблагоприятных обстоятельствах вопросом лишь времени. И уже в 1794 году, одно десятилетие спустя после выселения нагайцев и только два года после водворения на Кубани Донцов, казаки Запорожья под именем Черноморского войска появляются на низовьях Кубани, предводимые Чепегою и Головатым. Но Черноморское войско странным образом подчинено было не начальникам Кавказской линии, а херсонскому генерал-губернатору и составило, подобно Грузии, особый центр борьбы с горцами до самых времен Ермолова, когда и линия, и Грузия, и Черноморское войско соединилось в единстве действий. В последние годы своего бурного существования Запорожская сечь выдвинула двух замечательных людей своим умом, энергией, много содействующих мирному переселению казаков на привольные прикубанские степи. Это были атаман Харько Чепега и войсковой судья Антон Головатый. История Головатого есть история последних дней Запорожья и борьбы его за свои вековые вольности. Запорожье ему обязано бесконечно многим, но он был истым сыном Сечи. Без нее он непонятен и немыслим. Чуть ли не с самых первых дней самостоятельной жизни он уже является типичным представителем знаменитого запорожского лицарства и даже попадает в Сечь традиционным побегом в нее. Племянник Кашевого судья Головатый учился в Киевской академии, где воспитывались дети знатных малороссов. Но, сидя над изучением Авидия и Цицарона, он, как и все, мечтал о воле и Сечи с ее войнами и бесконечным разгулом. И вот однажды, гуляя по Киеву с несколькими товарищами, Головатый увидел несшийся вниз по реке чей-то сорванный половодьем долбленный дуб. Одно из тех ветхих судеб, на которых запорожцы пускались даже в открытое море и добирались до берегов Анатомии. Недолго раздумывая, бурсаки перехватили дуб на рыбацком челне, втащили его в камыш и той же ночью, взяв по краюхи хлеба и сбросив свои долгополые бурсатские свиты, пустились с весенними водами искать себе доли и воли в той заповедной и заманчивой Сечи, откуда разливались воля и казачество на всю Украину. Сечь всегда и для всех стояла растворенную настижь, и единственным условием для поступления туда была православная вера, да разве еще иногда принимаемого заставляли показать свое удальство, переплыв Днепровские пороги против течения. Головатый с товарищами проделали обычную церемонию приема, так характерно описанную Гоголем. «Здравствуй! Что? Во Христа веруешь? Верую. И в Троицу святую веруешь? Верую. И в церковь ходишь? Хожу. А ну перекрестись? Ну хорошо, вступай же, в который сам знаешь курень». Головатый поступил в Кашевский курень, а через пять лет мы видим его уже полковым старшиною и правящим должность войскового писаря. То есть, говоря по нынешнему, должность начальника штаба запорожского войска. Для Запорожья наступали тогда трудные времена. Запорожцы сознавали, что с покорением России и Крыма, и Новороссии, запорожская сечь, в течение двух веков охранявшая южные пределы Украины, теряла свое прежнее значение, и что напротив, необузданная годоматская вольница, не признававшая никаких договоров, могла быть только неприятна России своими набегами на Турцию и Польшу, ежеминутно угрожая втянуть ее в новые войны с соседями. И русское правительство, исподволь, употреблявшее все меры, чтобы прекратить этот дикий казацкий разгул, но скоро увидевшее всю бесплодность своих усилий обратить казаков к мирному быту, решило наконец навсегда покончить с существованием Запорожья. Заклятые сеченники, разумеется, не могли и помыслить о том, чтобы расстаться со своими вековыми вольностями и преданиями. И, чуя приближение чего-то недоброго для себя, сумрачно косились на вышку, где за насыпью и чистоколом в Кашевой крепости, как бы для охраны сечи, незадолго перед тем поселился русский комендант Норов. Начался ряд казацких делегаций в Петербург с целью избежать беды и по возможности выгородить мирным путем свои вековые права. Первые две делегации, в которых участвовал и Головатый, были предприняты с целью добиться уничтожения сербских поселений на земле Запорожского войска. Тогда сербы были в моде, и Головатый успеха не имел. Его осыпали ласками, хвалили заслуги и верность храброго Запорожского войска, но, тем не менее, посланцы Запорожской рады оба раза возвращались в сечь ни с чем. Однако же и неудачные поездки в Петербург принесли Головатому огромную пользу. Он ознакомился со столичными придворными порядками и заручился знакомством со многими вельможами. В третий раз делегация, состоявшая из Исаулов Сидора Белого и Логина Машенского и войскового писаря Головатого, выехала из кож в сильную слякоть и стужу в начале октября 1774 года и только в декабре добралась до Москвы, где тогда находился императорский двор. Но и там делегация встретила большие трудности. Напрасно Головатый добивался свидания с Потемкиным, который в числе многих вельмож того времени был записан в войско и числился в кашевом курене под именем Грицка Нечоса. Потемкин был поглощен другими делами, а без него депутаты ничего не могли добиться. Выручило запорожцев остроумное слово одного из них. Однажды Потемкин случайно заехал к казакам в Новоспасский монастырь и не застал никого из них дома. «Ну, кланяйся к уриному батьке», – сказал Потемкин запорожскому сторожу. «Да передай, что приезжал Грицко. Благодарить за подарки, а особо за коней. Как за Цугового, так и за Верхового довезут. Может, до Сената нашей бумаги», – ответил запорожец. Потемкин расхохотался. В тот же день этот ответ стал известен даже самой императрице. И Екатерина приказала немедленно заняться делом запорожцев. Готовясь нести во дворец Челобитную, войсковые делегаты оделись в белые суконные кунтуши с откидными рукавами, нацепили на себя отбитые у турок сабли, ятаганы, а из-под серых шапок выпустили свои длинные чубы – осилеццы. Все во дворе любовались их смуглыми, хмурыми лицами, важностью сановитых движений, находчивыми ответами. Они торжественно вручили генерал-прокурору свою Челобитную, смело прошли по амфиладе раззолоченных зал и возвратились в монастырь, стали терпеливо ждать решения. Головатый, между тем, успел добиться свидания с Потемкиным, который принял у себя делегатов запросто, как своих побратимов. Но то, что они от него услышали, было далеко неутешительно. Когда Головатый высказал претензию казаков насчет земель, отданных под Новую Сербию, Потемкин только покачал головой. «Недаром ты, Антон, учился в киевской бурсте Церону и, подобно мне, думал даже поступить в попы», – сказал он. «Ты, как слышу, женился и держишь жену зимовники, а все завзятые и хитрые запорожец. О ваших претензиях, я думаю, иное». «О чем ваша думка?» – спросил, готовясь слушать Головатый. «А вот о чем», – ответил Потемкин. «Вы все черти, молодцы, и нельзя вас не любить. Только берегитесь, у всех вас одна думка. Ослабили мы турку и ляха. Как бы теперь и того дурня, москаля, шоры убрать? Ведь так делегаты молча и растерянно переглянулись. «Ну, братцы», – продолжал Потемкин, – «москаля вам шоры не убрать. Крепко брыкается бесов Кацап, и лучше его не занимайте. Я сам разберу ваши бумаги, а вы тем временем заходите ко мне». Видя, что дела их принимают дурной оборот, Головатый решился пойти на уступки, лишь бы спасти любимое Запорожье. Умный и дальновидный политик, он сознавал, что существование Коша с его старыми правилами и вольностями внутри государства уже немыслимо. И старался найти такую комбинацию, которая, ограничивая в известной мере эти права, в то же время не нарушала бы основных традиций Сечи. В этом смысле он составил проект нового положения о Запорожьской Сечи, который и представил светлейшим. Зная, что Потемкин любит и отмечает его за ум и находчивость, но на этот раз Потемкин смотрел туча тучою и, не читая, отодвинул проект Головатого в сторону. «Вы крепко расшалились», – сказал он, – «и ни в каком виде не можете уже приносить пользы. Вот ваши добрые и худые дела». С этими словами он подал Головатому толстую тетрадь, в которой перечислены были все хорошие и дурные дела Запорожья, размещенные в порядке друг против друга. Головатый сам после рассказывал, что все там было записано верно, и ни одно обстоятельство не было ни скрыто, ни ослаблено. Террика хитро «Худые дела Сечи» написал строка от строки, пальца на два, и словами величиной с воробьев. А что доброго Сеч сделала, так то было написано часто и мелко, как будто усыпано маком. А оттого наши худые дела и заняли больше места, чем добрые. Спустя некоторое время Головатый пришел по обыкновению к Потемкину, не предчувствуя удара. «Все кончено. Пропала ваша Сечь», – сказал ему Потемкин. Пораженный, не помня себя, Головатый запарчиво ответил, «Пропала Сечь? Так пропали же и вы, ваша светлость». «Что ты врешь?» – закричал Потемкин и так взглянул на Головатого, что тот, смекнув, чем все пахнет, ответил ему, «А вы же, батька, вписаны у нас с казаком? Так, коли Сечь пропала, то и ваше казачество кончилось». Уничтожение Сечи действительно было уже решено Потемкиным, и в то время, как он балагурился своими побратимами, генералу Текелли, который возвращался тогда с Дуная, уже послано было приказание вступить в Сечь и обезоружить казаков. Настал черный момент для Запорожья. «Чернахмара наступав, либо в дождь Будда» – так описывает это событие казацкая песня. Но делать было нечего, и делегаты отправились из Петербурга в Освояси, не зная еще, где им придется преклонить свои буйные головы. Головатый ехал вместе с Сидором Белым, и оба они находились в таком настроении, что даже решили покончить с собой. Они зарядили два пистолета и условились, чтобы Головатый прочел вслух все ежедневные молитвы, и когда надо будет читать верую, то обоим приготовиться, а по слову «Аминь» стрелять. Выбрав в лесу удобное место, они простились до скорой встречи в лучшем мире, где нет ни москалей, ни кацапов, и чтение молитв началось. Вот уже Головатый дошел до «Отче наш», и до слов «Но избави нас от лукавого», как вдруг его озарила новая мысль. Он опустил пистолет и спросил у Белого «А знаешь, шо, батьку, а шо, вот все мы постреляемся, и нас тут найдут мертвыми, и скажут, вот два дурня, запорожцы, верно напились, мертвецкие, и пострелялись, сами не зная чего, и никто не узнает, зачем мы пострелялись, и не будет нам ни славы, ни чести, и ни памяти». «Так шо же делать?» – спросил его Белый. «А?» Помолись Богу, потянули горилку из дорожной баклажки и отправились в путь-дорогу к родным куриням. А родные курени стояли в развалинах. Часть казаков, не понимая иной жизни, кроме прежней казачьей, ушла до Турка, за Синий Дунай. Другая, подчиняясь необходимости, повесила на гвоздь свои сабли и принялась за плуги. Последний пристал и Головатый со своими товарищами, не теряя надежды когда-нибудь воскресить на Украине былое вольное казачество. И случай к этому действительно скоро представился. В 1780 году, спустя пять лет после уничтожения Сечи, Потемкин посетил Новороссию и мог на месте убедиться, что только имея значительную армию и прежде всего казаков, можно было охранять ее обширные границы. Он вспомнил проект Головатого, поданный ему в Петербурге, и, зная хорошо быт, характер, свойства запорожцев, решил воспользоваться бездействующей мощной силой, чтобы вызвать ее к новой жизни и направить ко благу любимой Украины. Он начал с того, что по званию царского наместника учредил при себе почетный конвой из бывших запорожцев под командой Головатого. В то же самое время он говорил открыто о намерении правительства восстановить казацкое войско и об выделении для него поселения новых мест между Днестром и Бугом. Молва об этом прошла по всей Малороссии, и старые казаки стали отовсюду стекаться за Буг. Не прошло и года, как образовалось целое забугское войско, названное верным, в отличие от казаков, ушедших в Турцию. Сидор Белый, тот самый, тот самый Сидор Белый, что когда-то хотел стреляться с Головатым, стал батькой Кашевым. А сам Головатый был выбран в войсковые судьи, должность которую так долго занимал его родной дядя. Служа теперь под непосредственным начальством могущественного гетмана, князя Потемкина, и, пользуясь особым его расположением, казаки старались поддерживать за собой старую славу, в то же время ревниво избегая всего, что могло бы навлечь на них даже случайное неудовольствие своенравного покровителя, в руках которого была их участь. Рассказывают, что один из запорожских старшин, имевших чин армейского штабсофицера, сделал какой-то крупный проступок, огорчивший Потемкина. Все ожидали грозы, но светлейший призвал к себе Головатого и только сказал. «Головатый, пожури ты его по-своему, да хорошенько, чтобы впредь за ним этого не было. Чуемо?» «Гетман», – ответил Головатый, и на следующий день, явясь рапортом, лаконично сказал. «Исполнили ваша светлость». «Что исполнили?» – спросил Потемкин. «Да пожурили того по-своему. Як вы сказали?» «А как же вы его пожурили?» «Расскажите мне», – сказал князь. «А як пожурили?» «Та так просто ж». «Положили так, чиями, так уж кварили, шо на силу вин встав. Как? Старшину майора?» – закричал Потемкин. «Да как же вы могли это сделать?» «Правда, так и на силу шо смогли. На силу четыре повалили. Не давався, однако. «Да ведь он майор». «Ну и шо, что майор?» «Майорство при нем и осталось. Вы приказали его пожурить?» «Вот он теперь и будет крепко журиться, и за прежние штуки уже не примется». Ценя усердие и верность запорожского войска, Потемкин должен был оставить это дело без последствий, тем более, что и сам обиженный, чуя за собой вину перед войском, молчал. Между тем началась Вторая Турецкая война, и для нового запорожского войска настали времена побед и отличий. Его вел Кашевой Сидор Белый, а под ним начальствовали арка Захарий Чепега, запорожской конница и головатой пехоты, и грибной флотилии. В памятном истреблении турецкого флота 16 июня 1788 года в Днестровском лимане грибная флотилия верных казаков принимала самое живое участие. Сам Кашевой вместе с головатым ходил штурмовать турецкие корабли и первый заплатил за победу собственную жизнью. Раненый смертельно во время абордажа, Белый скончался на третий день, завещав казакам держаться более всего старого уряда. По смерти атамана в войске образовались две партии. Одна прочила в Кашевые харь Качепегу, другая хотела головатого. И тот, и другой пользовались равным уважением войске, как лучшие представители Сечи. Но первый был исключительно воином, тогда как второй занимал по войску преимущественно административные должности. И потому, после многих привлеканий, споров и колебаний, выбор пал, наконец, на Чепегу, которому дала перевес его известная отвага в боях, ценившиеся в то время выше гражданских заслуг. Потемкин утвердил выбор Чепеги и в знак личного уважения к новому атаману послал ему в подарок дорогую саблю. Не лишнее сказать, что соперники остались между собой искренними друзьями до самой смерти. Между тем, военные действия продолжались, и на долю казацкого войска выпало в них немало отличий. А осенью, во время осады Ачакова, казаки совершили под руководством Головатова одно из тех замечательных военной истории дел, на которых с удивлением останавливаются и современники, и потомство. Осенние бури заставили тогда Гасан-Пашу со всем турецким флотом удалиться из-под Ачаково к Царьграду. Но, дорожа отличной якорной стоянкой, которая была у острова Березани, он укрепил ее береговыми батареями, а в самом середине острова построил целую крепость, в избытке снабдив ее артиллерией и всеми припасами на сущие осады. Собственно говоря, Березань и ее батарея были безвредны и не нужны для русских, но Потемкин решил их взять во что бы то ни стало, рассчитывая этим поднять нравственный дух своих войск и поколебать мужество осажденных. Выбор его для исполнения этого отважного предприятия пал на Головатого. Головатый, сказал ему однажды Потемкин, как бы взять Березань. Возьмем, батька, ответил Головатый. А, что же будет за то, добавил он улыбаясь. Будет, будет, только возьми, Березань. Хорошо, сказал Головатый и спокойно вышел из ставки светлейшего. 7 ноября 1788 года грибная казацкая флотилия на глазах всей армии, несмотря на страшный огонь прибрежных батарей, пристала к берегу. И через несколько минут все эти батареи и сама крепость, взятые штурмом, были уже в руках казаков. Говорят, будто бы они подплыли к крепости, переодевшись в турецкие мундиры. 230 пленных, 23 орудия и несколько знамен достались трофеями в руки победителей. Обладев Березанью, Головатый оставил в ней гарнизон, а сам немедленно явился к Потемкину. Подходя к нему, он запел «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». И, сделав земной поклон, сложил к ногам князя ключи Березанской крепости. Потемкин тут же навесил на него орден Святого Георгия Второй степени, а отряд, взявший Березань, назвал себя по имени крепости. Гордился этим названием и впоследствии на Кубани передал это имя одной из станиц на Байсуге. Другой раз небольшая партия запорожцев на лодках пробралась к Измаилу и дала возможность снять на план все его укрепления. Потемкин приказал Головатому представить себе удалецов, кто участвовал в этом деле. И те наскоро отправились из лагеря в дорогу и явились к Гетману прямо с лодок, обтрепанные, в порванных рубахах, иные даже босиком. Светлейший, вышедший к ним в богатом гетманском кафтане в лентах и орденах принял их за нищих. А где твои храбрые молодцы? спросил он, оглянувшись на Головатого. Да это ж преподобие они и есть, ответил с поклоном войсковой судья. Неужели начальство поскупилось получше снабдить их в дорогу? А шо же нужно батька ты наш казаку? ответили запорожцы. Распытались мы у Коша. Кошевой сказал, идите с добрым человеком, но мы пошли. Теперь князь нема уже опаски, прибавил другой запорожец. Турецкая флотилия як на ладони. Прикажите ваши и побьем мы их. Потемкин тут же произвел несколько запорожцев офицеры, а всей партии казаков, бывших в этой замечательной реконсценировке, велел выдать новую, полную по их обычаям одежду из 100 червонцев на всех. Деньги и платья запорожцы, впрочем, пропили меньше, чем в трое суток, не выезжая из Яз и ушли обратно, как приехали в Лохмотьях. 18 ноября при истреблении турецкого флота под Измаилом и потом на штурме этой крепости они были опять главным виновником успеха и заслужили восторженную похвалу от Суворова. Ряд боевых отличий, оказанных казаками в турецкую войну, доставил ему назначение черноморскому казачьему войску атаману Чепеге орден Святого Георгия Третьей степени, а головатому чин полковника и орден Святого Владимира Третьей степени. Но кончилась турецкая война, а вслед за тем 5 октября 1791 года умер и светлейший Потемкин. С ним умерли и все надежды юного черноморского войска, лишившегося в нем могущественного покровителя. В память своего гетмана верное черноморское войско сделало белое атласное знамя, которое и до ныне хранится в войсковом соборе. И заплакали черноморцы, говорит Короленко. Но не встал Горецко на зов любимого войска, которому было о чем плакать. Для черноморцев наступила пора невзгод, которую они пережили только благодаря духу единства, проникавшего казачества. Не успел умереть светлейший гетман, как казаки, путем еще не им вольных местах между Днестром и Бугом уже получили приказание готовиться к переселению на Кубань в обширные, пустынные и безлюдные пространства, лежащие в соседстве с черкесскими народами, от которых нужно было оберегать границу. Но вместо с тем пошли и недобрые слухи, что готовится более радикальная реформа, что казачество будет уничтожено, а из черноморцев образуют легкоконные полки, которые по очереди и будут посылаться из своего забужия нести заурядную солдатскую службу на берегах той же Кубани. Казаки, не имевшие уже при дворе, как бывало, за ручки в лице Потемкина, встревожились. И как не тяжело им было бросать уже насиженные места, но они предпочитали лучше совсем переселиться на Кубань, лишь бы сохранить свой старинный казачий уряд. Что будет, то будет, а будет то, что Бог даст. Порешила войсковая рада и отправила депутацию с войсковым судьей Головатым к императрице просить отдать казакам прикубанские земли в их вечное владение. Приехав в Петербург, Головатый тотчас принялся хлопотать о скорейшем представлении его императрицы. Вельможи были в большом затруднении. Как в самом деле было решиться при тогдашнем блеске двора представить государине этих страшных людей и необыкновенной одежде с бритыми головами, людей, которые даже не говорили, а только издавали какие-то странные звуки Тони Эге Атош до крайности смущавшие воспитанных на придворном этикете русских вельмож. Тем не менее аудиенция была назначена. В воскресный день в приемном зале дворца съехался весь двор. Весь дипломатический корпус, министры, генералитет ожидали выхода императрицы из церкви. Но вот в аудиенц залу вошли депутаты черноморского поиска впереди всех головатый среднего роста смуглый с большими усами замотанным несколько раз за левое ухо оселецом он был в зеленом чекмене с полковничьими галунами в белой закинутыми назад рукавами черкески широчайших шароварах и в красных сапогах подбитых высокими серебряными подковами. Обвешанный орденами закручивая свой длинный ус он сурово окинул глазами собрание и спокойно встал на указанное ему место свита разместилась позади него между тем обед не отошла в зале водворилась тишина и в растворенных настей дверях показалась императрица которая с милостивой улыбкой подошла прямо к черноморцам головатый выдвинулся вперед поклонился и громко ясно на чистом русском языке сказал короткую приветственную речь императрица выслушала его с удовольствием допустила к своей руке и приказала князю Зубову лично заняться делами черноморцев теперь весь двор и все знатные лица того времени уже старались познакомиться с головатым наперебой приглашая его на обеды вечера балы жадностью слушали его рассказы о сече о нравах о обычаях черноморцев дивились его уму находчивости ловкости и оригинальности в суждениях как истый сын Запорожья головатый приезжал ко всем со своей бандурою и подыгрывая на ней пел свои запорожские былины от которых у слушателей сжималось сердце и выступали слезы на одном балу он был представлен великим князьям Александру и Константину Павловичем скажите отчего это черноморцы завертывают свою чуприну непременно за левое ухо спросил однажды Константин Павлович все знаки достоинств и отличий ваше высочество сабля шпага ордена и другие носятся с левого бока то и чуприна как знак удалого и храброго казака должна быть обращена также к левой стороне несмотря однако же на все внимание и ласки расточаемые черноморцем дело их подвигалось чрезвычайно медленно а между тем дороговизна жизни в столице совершенно истощила кошелек головатого и он стал придумывать средства как бы выйти из этого положения однажды на заре 11 июня он был разбужен выстрелами с Петропавловской крепости казаки которые выскочили на улицу узнать о причине пальбы скоро возвратились назад крича Ольга Павловна Ольга Павловна чем и вас батьку поздравляем это был день когда родилась великая княжна Ольга Павловна двор был тогда в царском селе головатый не теряя времени нанял извозчиков и поскакал со всеми черноморцами приветствовать государыню с новорожденной внучкой не доезжая нескольких верст от доцарского села он сошел с дорожек отпустил их а сам одетый в парадную форму лег под деревом близ самой дороги со всей своей свитой между тем все вельможи в богатых экипажах неслись по дороге чтобы принести поздравления императрице и в виде головатого останавливались и смотрели на него с изумлением многие спрашивали зачем он в полной форме лежит на дороге головатый спокойно говорил а как же бог послал всеобщую радость и мы спешим царское село принести поздравления на чем же вы спешите где ваши экипажи удивленно говорили любопытное так это что пешком да он вошел во дворец позже других и с беспокойством справил спрашивал у придворных не опоздал ли приговаривая сторона не близкая петербург от царского села а дрожек нанять не могли прожились совсем встреча с головатым сделалась предметом придворных разговоров все заговорили о крайности в которой находились черноморцы и кто-то довел обо всем до сведения императрицы это обстоятельство настолько подвинуло решение дела что уже 18 июля головатый вновь представлялся Екатерине чтобы благодарить за милости оказанные черноморскому войску получив из рук самой императрицы пожалованную золотую саблю головатый произнес благодарственную речь от лица всего черноморского казачества тамань говорил он между прочим дар твоего благоволения будет вечным залогом твоих милостей к нам верным казакам мы воздвигнем грады заселим села сохраним тебе безопасность русских пределов императрица была довольна и удовлетворила все просьбы черноморцев послала с головатым войско милостливые грамоты в богатом ковчеге большое белое знамя серебряные ритавры войсковую печать и на новоселье по русскому обычаю хлеб соль на блюде из чистого золота с такой же соломкою а кашевому чепеге драгоценную саблю уведомленное возвращение депутатов из Петербурга кашевой командовал для встречи дорогих гостей за 30 верст пятисотенный полк а 15 августа в главном селении черноморского войска слабодзее присутствие всех полковых старшин херсонского архиепископа с духовенством всех казаков и множество народу устроил им парадную встречу казацкое войско поставлено было в две линии по обеи стороны улицы а между ними устроено возвышенное место покрытое турецкими коврами на котором стоял кашевой и были приготовлены столы для возложения на них царских даров привезенных головатым около кашевого широким полукругом стояли старшины с булавами знаменами и другими знаками отличий заслуженными войском между тем подходила депутация впереди четыре штаб-офицера несли на блюде монарший хлеб покрытый дорогой материей за ним сам головатый нес на пожалованном блюде солонку и высочайшие грамоты а далее малолетние дети его Афанасий царское письмо кашевому а Юрий драгоценную осыпанную алмазами саблю как только депутаты приблизились к войскам началась пальба из пушек и ружей продолжавшаяся до тех пор пока головатый сказав приветствие не передал царских даров кашевому кашевой опоявся одел саблю и поцеловав хлеб-соль прочитал народу высочайшие грамоты и вся процессия двинулась дальше церковь после торжественного молебна царские дары перенесены были в дом кашевого а хлеб разделили на 4 части одну положили в войсковую церковь где она хранится и поныне другую отправили в Тамань к черноморской флотилии третью разделили в полки а четвертую поставили на стол у кашевого тут старшины пили горелку и ели этот хлеб а остатки его с церемонией были перенесены в дом войскового судья где приготовлен был стол для почетных граждан для казаков накрыты были пять столов на траве близ церкви и пир там продолжался до глубокой ночи весельем и радостью окончился этот знаменитый знаменательный день в истории черноморского войска готовясь к дальнему походу черноморцы отправили вперед флотилию под командой войскового полковника белого а за ней в октябре 1792 года двинулся сухим путем и сам кашевой со всем своим куриным товариществом о прежнем горевании не было больше воспоминаний и черноморцы весело распевали песню сложенную тогда головатым в этой песне в сущности пересказано только содержание грамоты данной Екатериной казакам на поселение их при Кубани обязанность жениться была поставлена в ней в число других главных условий поселения на новых местах в первое время житье черноморцев на Кубани было далеко не завидно пустынный край неприветливо встретил переселенцев для своего оживления он требовал необыкновенной деятельности от малочисленных пришельцев которые на первых порах к тому же терпели крайний недостаток даже в первейших потребностях оседлой жизни глушь и запустение края были таковы что нашлись казаки хотевшие бежать и удержанные только привязанностью к товариществу и к батьке Кашевому Харько-Чепеги зазвавшему их с собой на эти пустынные берега большинство казаков однако же обрадовались богатым естественным угодьем раскидистому течению Кубани широким лиманом безбрежной степи всему с чем так свыклы их глаз у Днепра нравился Днепр и что теперь как будто бы перенеслось вместе с ними под чужое небо и скоро казаки совсем свыклись со своей новой родиной сохраняя свой быт свои старые обычаи несмотря на обязательное присутствие семейного начала введенного Екатерины большинство казаков сам Кашевой и старшина оставались закаленными войнами настоящими бойцами для которых дороже всего на свете были предания сечи сечевой ряд лег в основании первоначального заселения Кубанского края и как было в Запорожье так и теперь на Кубани семейное поселение долгое время считалось чем-то предаточным второстепенным а на первом плане стояли куреня обширные казацкие казармы носившие те самые названия которые существовали некогда в Запорожье исключение было сделано только для главного войскового города в честь императрицы названного Екатериноградом по-прежнему церемония присяги атамана важнейший момент казацкой жизни служили ярким напоминанием о стародавней казацкой славе приобретенной на сечи за осевшими и поросшими колючками стенами Екатеринодарской из крепости внутри обширного редута расположены были четырехугольником невысокие и длинные казармы старинные куреня а между ними как было и в сечи площадь майдан посреди которой возвышался шестиглавый храм войсковая соборная церковь в ней казаки хранили свои драгоценные заветные сокровища памятники доблестных заслуг верного черноморского войска знамена регалии и все что сохранилось в войске от его старины что собрано на поле честных заслуг государству и может свидетельствовать о доблестной службе и храбрости предков раз в год во второй день пасхи клейноды выносились из войскового храма на майдан на показ народу чтобы ведали люди о них и мать и жена и малые дети казака и наезжие гости его но с особой торжественностью совершался их вынос именно в день присяги нового войскового атамана тогда все куриные атаманы собирались в войсковой город и с перначами в руках присутствовали при присяге главы войска тогда все знамена минувших времен обступали присягавшего и осененный старейшими из них он произносил клятву вести войско по пути долга чести и общего блага обряд этот в своих существенных чертах сохранился даже и поныне по-прежнему главным богатством казака и здесь как в Запорожье были конь и оружие запорожцы в течение трех веков выносившие на своих плечах натиск татар турок поляков и естественно должны были иметь лошадей способных переносить все случайности войны холод голод жар безводицу военный быт казаков и их походы представляли им немало случаев улучшать свои табуны примесью к ним новой крови персидской турецкой а не редкой арабской и эти запорожские кони перешли теперь со своими хозяевами привольные кубанские степи где для казаков было еще больше случаев улучшать породу своих лошадей сама одежда казака долго еще сохраняла характер стародавнего времени алый по-запорожски червонный кунтуш широкие шаровары красные сапоги и высокая шапка из черных смушек с красной тулией составляли их вседневный наряд дорогой узорчатый или парчевый кушак был предметом роскоши и стоил иногда дороже всего остального наряда по кушаку узнавались знатные особы и старшины немало тратились на эту статью чтобы поддержать свое достоинство вооружение состояло из винтовки пара пистолетов длинной казацкой пики и турецкой сабли была поговорка конь татарский мушкет немецкий сабля турецкая то справа молодецкая лучшее оружие было не куплено не выменено а добыто кровью от побежденного неприятеля в последствии все это изменилось и древний живописный костюм запорожца встречался только уже на одних стариках не хотевших расставаться с кунтушом и по прежнему ходивших с длинными опущенными к низу усами бритой головой и седым оселедцем за ухом не успели казаки осмотреться на новых местах как уже кашевой чипега с двумя полками должен был идти воевать с поляками труден был этот поход вынуждавший их опять бросить дома хозяйство но и привлекательно было для многих мечта еще раз посетить тот край который был переполнен стародавней славой казацких подвигов проводив свое войско чипега заехал с дороги в Петербург представиться императрице Екатерина обласкала старого сечевика и из своих рук передала ему драгоценную саблю осыпанную алмазами возьми сынок и бей ею врагов сказала императрица как исполнили черноморцы в Польше завет царицы лучше всего видно из частного письма Харько-Чипеги к одному из своих знакомых поход в Польшу был слава вседержителю нашему богу благополучный корпус наш под начальством генерала Дельфиндена шел до слонима и мы бывшие с польскими мятежниками на восьми сражениях гнали их як зайцев аж до самой Праги что нас упротив столичного города Варшавы и тут уже по соединении с батькой братом Александром Васильевичем доклали их воза и всех неприятелей в Праге бывших выкосили арешту вытопили в весле тут их наклали так як мосту на Варшаву як взяли с гармот стрелять то вона за раз и сдалися еще Чипега не возвратился из Польши а казакам пришлось идти уже в новый поход и головатый повел еще два полка в персидский корпус графа Зубова сев на суда в Астрахани казаки 21 июня 1796 года высадились в Баку куда вслед за ними прибыл и главнокомандующий головатый встретил графа приставки а черноморские полки выстроенные под развернутыми знаменами приветствовали главнокомандующего тремя залпами довольный приветом черноморцев граф благодарил их за успешный поход осведомился о здоровье Кашевого Чипеги расспрашивал головатого о делах на кубанской границе и в знак особого расположения приказал выдать черноморцам тройную винную порцию в то же время он записал себя в черноморское войско войсковым товарищем а сына своего полковым Исаулом в персидском походе небогатым военными событиями черноморцам тем не менее случилось не раз показывать казацкую доблесть удаль так однажды партия казаков на лодках сделала поиск к персидским берегам разбила несколько приморских городов поселений освободила множество пленных армян и овладев целой флотилией персидских лодок пошла назад к своей экскадре по дороге их захватила страшная буря и одна из лодок на которой находились лейтенант и панчин два матроса восемь черноморских казаков и несколько армянских семейств была отнесена течением к персидскому берегу до полуторста человек персиан заметив русское судно боровшееся с бурей тотчас бросились в лодки чтобы завладеть им как легкой добычей лейтенант и панчин и оба матроса тянувшись в шлюпку бежали а испуганные армяне спрятались под палубу но черноморцы выбрали из своей среды предводителя казака Игната Саву и приготовились к бою как только персидские лодки стали сближаться с казацким судном и неприятель открыл батальный огонь казаки со своей стороны ударили из ружей с уговором без промаху первым же залпом они уложили персидских начальников а потом как отличнейшие стрелки перебили по выражению Головатого и всех остальных смущенные персияни укрываясь за бортами стреляли на ветер и наконец бежали видя что казацкие пули производят в рядах их страшное опустошение головатый Другой командир полка, полковник Чернышев, вместе с частью своих казаков, со знаменем, куриным перчаном и с иконой, которую благословил их таврический военный губернатор, пропал бесследно на переезде к острову Сара. В течение нескольких месяцев о нем не было ни слуху, ни духу, и черноморцы, считая его погибшим, сокрушались об утрате казацкой святыни. Но впоследствии оказалось, что потерпев крушение, Чернышев был выброшен бурей где-то на берегу Дагестана, долго странствовал в горах и только в начале 1797 года сумел присоединиться к отряду. Сам Головатый, произведенный за отличие в чин бригадира и назначенный начальником Каспийской флотилии и десантных войск, не перенес этого рокового для многих похода. Надо сказать, что десантные войска собирались в то время на острове Сара, с климатом до того убийственным, что в течение одного месяца один за другим умерли два предместника Головатого, контр-адмирал Федоров и генерал-майор граф Апраксин. Не выдержал болотных миазмов и третий начальник десанта, Головатый, и заболел горячкой. Он долго перемогался, не хотел ложиться в постель и даже в самый день своей смерти, сидя на креслах, в мундире писал проект об улучшении быта Черноморского войска. Но болезнь сломала его. Он умер 29 января 1797 года. А на Кубани, в самой земле Черноморского войска, почти в то же самое время, 14 января 1797 года, умер Ичипега. Этот отец черноморской семьи, который и по достижению высокого сана сохранил до самой смерти свою простоту, образ жизни, служивший примером для всех черноморцев. Мир праху твоему, знаменитый Харько, основатель рассадника доблестных черноморцев на негостеприимных берегах Кубани. Так говорит о нем историк Черноморского войска. Когда выбирали нового атамана, общее желание войсковой рады указало на Головатого. Не знали казаки, что нет уже в живых их Головатого. Чипегой и Головатым оканчивается привилегия казаков выбирать себе кашевого атамана, который с этих пор назначается уже самим императором. И первым назначенным атаманом был войсковой писарь Тимофей Терентьевич Котляревский. Что за личность был этот Котляревский, сказать довольно трудно по отсутствию о нем всяких исторических данных. Но одно уже то, что он был первый батько-атаман, выбранный неволей самого товарищества, предрасположило против него сердца старых сечевиков, теперь более чем когда-нибудь желавших сберечь и укрепить за собой все, что было так дорого им там, на старых днепровских порогах. И случай выразить Котляревскому их общее неудовольствие скоро представился. Возвращаясь из трудового персидского похода и подходя к Теренандару, казацкие полки ожидали, что их встретят по старым обычаям, с известной церемонией. Котляревский, между тем, об этом не позаботился и показал совсем не похвальное равнодушие к военной славе целого войска. Так, по крайней мере, взглянули на это дело сами черноморцы. Оскорбленные в самом дорогом для них чувстве, воинской чести, казаки вышли из повиновения своим старшинам и многих из них поколотили. Не миновать бы того и самому Котляревскому, если бы он не скрылся в усть Лабинскую крепость, откуда возвратился уже святским пехотным полком, принявшимся по-своему усмирять черноморцев. После этого случая Котляревский уехал в Петербург и большую часть своего атаманства провел в столице, высылая в войску целую массу приказов, письменных распоряжений, в то время как между черноморцами и черкесами уже завязалась упорная борьба. Котляревский пробыл атаманом только до 1799 года, когда преклонные элита заставили его просить увольнения от должности. Император предоставил ему самому назначить себе приемника, и выбор его пал на войсковом полковнике Бурсака. Бурсак начинается новый период Кавказской войны на Кубанской границе. Когда черноморские казаки поселились на Кубане, одним из первых дел их на новой родине было создать храм всемогущему Богу. В Екатеринодаре, ставший собором всего черноморского войска, в 1879 году обвечалый храм этот, перестраивался. И вот когда разбирались его стены, в склепах под ними открыты были три гроба, из которых в первом найден кусок, свернутый на манер широкого персидского пояса парчи, в среднем – золотое шитье от воротника, а в третьем – небольшой образ, живопись на котором уже совершенно почернела до неузнаваемости. Есть свидетельства, что первый из этих гробов хранил брендные останки атамана черноморского казачьего войска генерал-майора Захария Алексеевича Чипыга. О двух других гробах и исторических известий нет. Но судя по тому, что в те далекие времена Чипеги только самые влиятельные и уважаемые войски лица могли рассчитывать на честь быть погребенными в соборных оградах, не говоря уже о самой церкви, можно с полной достоверностью заключить, что в другом покоился вечным сном Головатый, а в третьем – протоиерей роман Порохня, похороненный в один день – 14 марта 1800 года. И эти немые свидетели прошлого громко и ясно говорят нам о характерах и делах людей того старого века. В гробе генерала Чипеги нет ничего, кроме знака казацкого отличия, пояса. Покойный атаман был враг честолюбивой роскоши. Котляревский был уже другой человек и человек другого времени. По словам историка Черноморского войска, еще занимая пост войскового писаря, это был уже не товарищ казак, а деликатный вельмож от того времени, который пользовался благоволением императора Павла и далеко не бывший так прост в образе жизни, как его предместник – казак Чипега. И вот в гробе его останки пышного, сшитого золотом генеральского мундира, со скромным служителем церкви, пришедшим вместе с казаками из-за Бога и посвящавшим всю жизнь свою молитве за родных черноморцев, в гробу лежала эмблема веры и молитвы. Так и сами эти гробы служат для нас красноречивым свидетельством, что слава в потомстве следует за теми, кто живет не во имя самолюбивой гордости, а во имя блага своей отчизны и своего народа. Субтитры создавал DimaTorzok